Ну вот, пацаны, я тут поднялся на дюну Пилкопен и назнулся на интересную вещь. Тут, оказывается, люди в 2018 году садили лес, вот, дата высадки, вот этих деревьев. И вот мы сейчас можем наблюдать вот эти деревья, которые выросли с 2018 по 2022 год. Елочки, березки маленькие, но уже, кстати, такие довольно-таки немаленькие. Так что люди здесь заботятся о том, чтобы дюна не рассыпалась, а была монолитной. А теперь мы идем дальше. На остатке, вроде там говорят, был какой-то Тевтонский замок, но от него там ничего не осталось, но на эту высоту забраться. Вот, поклонный крест какой-то, вон в ту сторону. В 2020 году установлен. Почему-то написано, проход запрещен. Явно секта. Пойду дальше. Что, не хватало, мне говорят, с сектантами на кулаках бороться. Уже начинает накрапывать какой-то дождик, но мне все равно. Ветер в Балтике меня обдувает. Посмотрите, какая панорама. А там вдали стоит какая-то яхта какого-то российского миллионера. Панорама просто грандиозная. Это край земли русской. Крайняя точка. Дальше Литва. Пойду дальше. Вот здесь стоял на этом месте Тевтонский замок. И мы вот сейчас идем туда. Вот там стоит памятник рыцарю Ольгерту. Я вам сейчас расскажу, что это за рыцарь. Ну вот это вот и есть. Черный рыцарь. Рыцарь Ольгер. Короче, тема такая. Тут вообще-то раньше, как бы до того, как сюда пришли Тевтонцы, ну Тевтонский орден, он же не все время здесь базировался, а 200 лет назад, и тут вообще, по-моему, поляки какие-то были. Да, да, поляки. И вот поляки у них тут языческие культы всякие были. И у них был главный жрец Кривой. Криво. Ну по-русски кривой, наверное, как бы. Федька кривой. А так по-ихнему криво как бы. Вот этот Криво. Всю дорогу надел до парка. Поставил хорошее все. Ну вот, и вот он жрец брал. Короче, вот этот Кривой и много жриц. А вот этот мужик. Такой полюбил там одну жрицу Элен. И такой с ней там встречался, там все дела, жениться хотел, короче. Ну как полагается, сделать там себе там жену, жены взять и там замком управлять. Но хитрый Криво напустил колдовство. И вот эту жрицу Элен, возлюбленную рыцаря Ольгерта, спрятал на тысячу лет в дюны, закопал в пески ее. А рыцарь оказался очень такой, типа, переживающий. И приказал себя заковать в латы. Вообще решил полностью заковали его в латы. Ну и где-то, короче, он тут, не знаю, то ли исчез, то ли помер, короче. То ли где-то здесь в замке под дюнами, в подземельях. И вот они, короче, вот эта жрица и вот темный рыцарь ждут, когда чары вот этого Кривого спадут, и они тогда воссоединятся. Ну вот у нас этот темный рыцарь-то стоит, а вот сзади темного рыцаря что-то интересное. Я был очень сильно удивлен. Ящичек вот здесь такой, с номерным замочком. А там он, не видать, но там какие-то батареи, я так понимаю. Вон клеммы там, что-то такое. Я так понимаю, если вот этот ящичек и открыть, и на какую-то кнопочку нажать, то вот этот друган начнет мечом вращать. И, наверное, что-то заговорит. А может быть здесь вообще разъедется вот эта дюна. И оттуда поезда начнут выезжать со снарядами. Как-то так.